Около 10 тысяч человек из республики Башкортостан прошли службу в Афганистане. К сожалению, не все из них вернулись на родину живыми. В память о них еще в прошлом году на улице Степана Кувыкина в Уфе установили памятник, а сегодня его изображение перенесли на почтовую карточку. Она будет выпущена уникальной серией к 30-летию завершения спецопераций советских войск в Афганистане. Все, что там было связано с выводом войск, все эти знаковые фотографии мы все разместили на этой карточке. Это первый БТР, который проехал через мост. Здесь изображен видеооператор, который снимал весь вывод войск. На обратной стороне, кстати, здесь у нас написано непосредственно поздравление нашим воинам и медаль изображена. Первыми получить новую почтовую карточку, конечно же, пришли заядлые филателлисты города. Они бережно клеят марки и складывают в свою коллекцию еще одну уловку. У вас сколько в коллекции таких карточек? Этих, что ли? У нас выпущено порядка 300 штук таких. Наши местные, да. Почему собираете? Потому что по академику Павлову у каждого человека, у которого есть генсобирательство, тот и собирает. А у которого нет гена собирательства, тот не собирает. Это объяснение научное. Не у каждого человека это есть, понимаете? Некоторым может показаться, что почта сегодня – это оплата коммунальных услуг и посылки из Китая. Однако многие люди до сих пор находят свою романтику в письмах и открытках, отправленных в бумажных конвертах. Именно поэтому Почта России продолжает сохранять многолетние традиции, выпуская уникальные конверты, почтовые карточки, открытки, штемпеля и марки. Они призваны подстегнуть интерес населения к почтовой тематике вообще и к нашим услугам в частности. Потому что письма продолжают жить, несмотря на все пессимистичные прогнозы, которые мы имели несколько лет назад. А вот такие вот конверты и карточки, на которых стоит штемпель или изображение, посвященное той или иной памятной дате, по прошествии какого-то времени они приобретают дополнительную ценность и украшают коллекции филателистов и обычных людей. Анастасия Худик, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.